Буквально на глазах освобождается место во дворе дома на Пролетарском проспекте. Исчезают так называемые ракушки. Вот уже несколько лет в Щелковском районе идет борьба с незаконно установленными помещениями. В прошлом году по требованию областного закона о благоустройстве муниципальными службами уже было демонтировано порядка 500 сооружений. Однако с апреля 2016 снос происходит в соответствии с новым регламентом. В первую очередь демонтируются те ракушки, которые мешают ходу благоустройства. В первую очередь мы пришли в те дворы, которые у нас подлежат комплексному благоустройству. То есть мы освобождаем территорию для открытых гостевых парковок, для благоустройства. Сегодня мы начинаем работу на Пролетарском проспекте, дом 11. Так что на месте снесенных ракушек впоследствии должна появиться альтернатива. Гостевая парковка, которой во дворе Пролетарского 11 явно не хватает. Демонтаж незаконно установленных помещений предваряла большая работа. В СМИ, как и на самих ракушках, были размещены объявления, призывающие собственников избавиться от незаконной постройки. Так с кем-то удалось договориться. Но, к сожалению, множество дел пришлось решать через суд. На данный момент было удовлетворено более 200 исков. Вот у нас по этому адресу уже получено решение суда о том, что мы имеем право проводить дальнейшие работы в соответствии с нашим регламентом. При вскрытии ракушек сюрприз. Помещение далеко не пустует. Причем вместо машин там часто обнаруживается склад всякого хлама, который и выбросить жалко, и в квартиру уже не впихнешь. Все вещи скрупулезно собираются и описываются. Вместе с ракушкой они попадут на специальную базу муниципальной службы на улице Заречная. Каждый собственник при желании забрать свои вещи сможет обратиться в администрацию Щелковского муниципального района в кабинете 321 или же по телефону 56-1-11-45. Изъявить желание, мы, естественно, откликнемся. Но при возмещении затрат на демонтаж и вывозе перемещения вещи будут возвращены. А вот с машинами сложнее. Их не увозят на эвакуаторы, как можно было бы подумать. Но опечатывают вместе с ракушкой. До выяснения обстоятельств. Теперь, чтобы забрать транспортное средство, придется уведомить правоохранительные органы. Так что в интересах жителей ничего в ракушках не забывать. А желательно и вовсе не дистанцироваться от процесса демонтажа. Ведь закон есть закон. До конца этого года администрация района планирует устранить порядка 400 незаконных построек.